Говорится о том, чтобы она вообще состоялась? Тоже не обойдешься. Близко всему перевозки логистически очень тяжело, потому что владельцы картин, скажем так, что он дали, требует, чтобы эти картины перевозились порциями, очень прощения, порциями отдельными. Это должны быть отдельные грузовики, отдельные сопровождающие. Это обыкновенная музейная работа, потому что любой музей, который не делал от выставки, стал пользоваться с теми же новостями. Но мы более-менее это приобрели. Насколько охотно эти произведения искусства были предоставлены для здесь экспонентов? Вы знаете, фондом дали охотно, частными коллекционерами. Большинством не охотно, кем-то охотно. Скажем, галереями и музеями некоторых стран, я не хочу называть эти страны, совсем не охотно, что забыл. Но мы были очень горчины. Почему я об этом говорю? Потому что, когда, скажем, на переговорах мы затрачивали месяцы, я во всем договариваюсь, подписывая протокол на мере, вдруг получали отказ, ничем не обоснованно, не мотивированный. Конечно, для нас это было крайне окончательно. Поэтому, наверное, я об этом говорил. Но в конце концов у нас все получилось, коллекция получилась замечательная. Выставка получилась очень хорошая. И я надеюсь, что она понравится и вам, художественным, и у нас ждем. А были ли какие-нибудь требования у коллекционеров, как они должны быть экспонироваться? Какой цвет на них должен быть направлен? Температурный режим. Вот уже здесь эти картины могут быть. Вы знаете, обычные коллекционеры более-менее лояльны. Мы всегда всем коллекционерам посылаем план зала, посылаем, где будут стоять, где будут расположены эти предметы. И освещение у нас одинаковое для всех. Мы не делаем разницы в этом освещении. Освещение очень важно, потому что даже владельцы картин, даже фон Дали был просто потрясен видом этих картин. Потому что, наверное, вы сами не думали, что это красиво. Потому что это освещение специально, оно вытаскивает из картины цвета и яркости и дает, может быть, то ощущение, которого вы никогда не получите, если вы будете смотреть на эти произведения без вот такого специального света. Мы очень это любим, но мы считаем, что это просто здорово. А если концептуально говорить об этой выставке, потому что творчество Дальянову очень многообразно, то какова главная концепция? Вы знаете, главная концепция, мы всегда стараемся показать то, чего еще нет. Дали очень известен своим периодом, 30-40-х годов, в классическом семинаре. А вот поздний период, который, где он вернулся к нацицизму, если он посмотрит на картины, везде присутствует. Он считал своими, что-то, 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 что-то есть. Каждый, который мастер, он вернулся к истории. И нам очень показалось это красивым, когда Дали, наконец, классика, Миланджел и Санкт-Петербург, нам просто показалось, что это такая связь, которая прямо прослеживается. Потому что, наверное, нет такого города, как Санкт-Петербург, но в нашей стране точно, и в Бережке, который, это классика. Мы в этот период Дали тоже классик. Мы старались связи показать. Классика, классика. Какая страховая стоимость коллекции? Знаете, мы всегда избегаем говорить о циклах. Я прошу прощения, потому что мы не хотим никого удивлять ни стоимостью картины, ни стоимостью выставки. Мы просто стараемся сделать, что мы можем сделать. Давайте обойдемся, если можно, без цикла. Спасибо. Спасибо большое.